Здравствуйте и добро пожаловать на канал Ласт Фуари Беларусь, я Ласт Фуари, это Battlefield 1918, модификация для игры Battlefield 1942 и карта Галлиполи, она представляет собой сражение против турков, мы высаживаемся на этом самом полуострове и мы должны выбить турков из войны Первой мировой, так, чтобы им мало не показалось, рассчитывали на то, что сопротивление будет несущественным, но турки дрались с отвагой, которая достойна уважения, не правда ли? Посмотрим, сможем ли мы добраться до Константинополя, а может быть и дальше. Да-да, так и есть, потому что у нас есть две точки высадки, они вроде как захватываемые, так что мы не можем, не имеем права их потерять, вроде бы я на этой карте не играл, по крайней мере я не вспоминаю вот эти вот очертания, может быть мы играли где-то в мультиплеере немножко, но мы идем вперед, есть несколько точек здесь и центральная точка незахватываемая и довольно много земли заштриховано и для нас недоступно, что уже несколько хуже. Окей, мы вдали от флага начинаем, посмотрим, нам нужно наверх забраться. Техники конечно у нас здесь вряд ли будет, может быть будет немножко коней, да? Вот такие наши силы, 28 наших против 36 их. Как-то, как-то мы, может быть, пересечем это счастье. Я попробую поточить чуть подальше, я вижу уже врага, который там, надеюсь меня не сразу заметят. А наши, наши предпочитают брать правый фланг и обходить далеко вокруг. Угу, там тоже есть из чего выбрать. Что-то, в общем, не сильно удивительно. Далековато, наверное, да? Я понимаю, что в положении лежа с пулемета можно неплохо стрелять, но, возможно, не настолько неплохо. Окей, вот так неплохо, уже получше. Правда, если их там еще осталось какое-то количество, это будет не очень здорово. Потому что укрыться здесь особо негде. Если пачка их здесь заспавнится, то, в общем-то, и все для меня. До следующего возрождения. Сбили спавн. Вроде никого не видно. Эй, шоу? Да, ну, я не думаю, что можно на коней. Нет, можно забраться на коней. Очень хорошо. Договорились. Ну, то есть я, конечно, не то, чтобы уважаю бутылфилских коней. Так лучше. Но кому-нибудь они могут привестись по вкусу для передвижения. Главное, чтобы не занесло на поворотах. Ах ты собака. Он мою кепку увидел, а я его, к сожалению, нет. И еще целых восемь секунд. Что, думали у нас точку отобрать, да? Но не вышло, не получилось. Как говорится, не фартануло. Окей, шоу. Здесь целый поток не ослабевающий. Он не то, чтобы сильно большой и толстый. Но, как вы видите, народ идет. И он идет, видимо, из той точки, которая впереди нас. Кто-то, помню, идет огонь оттуда, да? И там действительно есть общественность заседающие. Есть и наша общественность. Так что я думаю, они их отвлекут, может быть. Я до конца-то не уверен. Но я попробую пройтись сюда. Ага, вот ты. Я думаю, откуда стреляют. Не могу понять, кто ли сзади, кто ли спереди. Может быть, по-прежнему сзади. Правда, не вижу откуда. Да, чуть со стороны. Ах ты ж, я-мое. Здесь его на сереньком фоне не особо-то и видно. Этого Керима, Ибрахима. Ну что, вы ни на что негодные бездари. Вам помощь нужна. Где тут можно зайти? Вот там можно зайти. Я вижу подраздук бы на башенка этой фортификации. Это, видимо, у нас такой удар, который не до конца пришелся. Но вот здесь мы, может быть, можем как-то просочиться. Нет? Чуть-чуть не хватает. Жаль. Придется идти вокруг. Стены не особо высокие. Я от порта большего, честно говоря, ожидал. Такое ощущение, что он составляет чуть больше человеческого роста, если зубцов особенно не считать. Нам нужно нащупать вход. Может быть, лучше было бы идти с другого края. Похоже, он вообще справа. Нет, слева расположен, да? Вот ряд куда смотреть. Угу. Окей. Я не знаю, что вы делаете и зачем. Так. Где-то наверху здесь. Да, давайте я в ячейке залягу. И сначала мы их спаун нарушим, а потом уже нам будет проще гораздо как-то от этой отравной точки действовать. Угу. Угу. Уже что-то. Скорее всего, еще живые здесь остались, товарищи. Ага. Ага. А вот и вход. Угу. Угу. Какое-то количество может их здесь быть. Аккуратно. А с какой стороны здесь? Да, лесенки эти не видны. Или вернее, переца. Я выбрался на крышу. Кто еще? И где? Оп. Аккуратно. Аккуратно. Давай. Так. Перезаряжаемся. Кто-то здесь все-таки остался. Неприятно. Как наши? Наши где-то находятся. Вроде бы размазаны. И вроде бы они находятся в правильных местах, но толку от них вообще никакого. Я фактически захватываю точки в одиночку. И это ну такой себе экспириенс, честно скажу. Непозитивный. Привет. Снова подходим к этому форту. Усиленному. Да? Угу. Не знаю, насколько эффективно можно его захватить в одиночку, честно говоря. У меня есть некоторые сомнения на счет. Но как много plain black. Да. Так, конечно. Не годится. Где? Откуда. Угу. Угу. Ааа. Теперь inteligげじゃあ откуда. Теперь мы вернем в ячейку. Отлечиться напомню, но тут уж… К сожалению, вряд ли доступен такой вариант. может быть где-то внутри есть что-нибудь лечебное в конце концов то большой форт большое укрепление в полу нелогично здесь найти какие-то припасы возможно центральной части но логично одно дело а найти это дело несколько другого ерунда здесь какие-то очевидно есть а может ли кто в исполнится как вы думаете хороший вопрос правда здесь сквозной проход шоу ребята внизу или наверху подлагивает прицельчик как обычно населась бы чтобы наш боец сразу поднимал свое оружие чтобы было проще целиться в режиме прицеливания ну что может быть я нырнул вниз посмотрю в чем там дела для нижних медицинских припасов что вариант у нас не сильно много действительно есть траншеи тоннельчики я бы даже сказал довольно длинные тоннельчики но здесь никого я не вижу в пределах за радиуса захвата я вижу что наши наконец-то какой-то точки достигли и даже ее перекрасили в белый цвет что ну не то чтобы совсем уже взорвано хотя бы чуть менее бездарно чем они вели себя предыдущие 10 минут нашего сражения или 11 тоже никто не хочет мне помочь интересно это было все или нет наконец-то блин я как раз выходила из зоны захвата флага так что я даже не уверен что мне достался это остались эти два очка однако мы потратили столько времени не зря что неплохо это укрепление неплохое и теперь теперь нет никакого тикет бледенка потому что парашку большинства здесь недостаточно возможно если мы будем контролировать все точки кроме ну и захватываемый то дело будет другое но это конечно делает карту несколько более сложной чем поначалу казалось я бы сказал что она довольно любопытная но конечно боты здесь себя ведут не самым лучшим образом скажем так значит там и здесь да мы направимся как вы думаете нам одинаково далеко и слева и справа если смотреть на . давайте я пойду туда чтобы по крайней мере у нас тыл был защищен они факт что что-то могу сделать такой уж сильно хорошая потому что у меня здоровье это немного осталось где-то четверть может быть продвигаемся вперед видите вон там на холме турецкий флаг туда там мы идем и я эту точку эту позицию уже захватывал уже терял и на этот раз может быть мы их выбьем окончательно как вы думаете я вижу что рядом наша коняшка есть справа на востоке но действует конечно бойцы не очень скажем так впечатляюще так что сначала вы где-то он там должен быть потому что этот свежий зародившийся кстати еще кого нет нет где-то был боец я лошадку убил но по моему не убил больше никого кроме него коня этого вражеского и может быть он убежал помогать там кто знает можете его пристрелили без меня а нет вот он бывает так что он мою кепку видит гораздо лучше чем я его кепку а что там у нас высунулась далеко я вижу группу наших дальше но может они позади хребта расположен дайте я глянула может хотя бы здесь есть какие-то припасы как вы думаете ну какие-то припасы конечно есть но только не совсем такие каким не нужно посмотрим по сторонам что-то тут разведываешь кто знает но я скроюсь за этими будем так считать мешками с песком лишь так это такое здесь они работают не хуже чем настоящий камень потому что конечно деструктивной такой среды которые можно было разрушить нету и может быть черт за кличу до поддергивает меня на холме это наши в них стрелять не нужно не люблю такие быть вещи 42 тоже ничего не поделаешь особо когда игра не как ты может решить на какой именно наклонной поверхности я нахожусь и дергает меня вперед-назад там ли это вправо развивы снарядов а то что да как бывает вычи а не наши с этим мы как-нибудь справимся тут есть части наших сил поэтому нужно действовать несколько аккуратно они как движутся сложно понимать перемешку ну кого-то я изничтожил правда было довольно много турков а наши были несколько дальше ну чтож как обычно приходится уплывать только на собственные силы давайте еще скажем так три человека отправлен этот цвет но того как я отдам концы и буду вырожден в очередной раз как вы думаете на западе течет неослабевающая струйка вражеских сил и так подумал что может быть мы попробуем свои шансы на востоке где-нибудь здесь я вижу что и наши продвигается но не то чтобы вполне успешно потому что стрелочки синенькие как вы сами можете заметить на мини карте периодически гаснут и в общем-то в общем-то далеко они не уходят можем как-нибудь обхитрить судьбу и по камушкам запрыгнуть давай блин чуть-чуть не хватает слишком крутой склон я сожалению можно было бы срезать и не нарываться на неприятности сверх необходимости но к сожалению нет придется идти по дороге а это не самый лучший способ продвигаться вперед особенно когда речь идет об укрепленном пункте до вражеского так там какая-то махина есть а не знаю она управляемая может быть это просто декоративщина миномет не прыгает нормально тупо не смог перепрыгнуть через забор теперь у нас времени особо уже не осталось я не думаю что мы сможем провести успешную атаку и уж тем более завершите его в любом случае эта победа нам долгое время не удавалось повернуть бой в свою сторону на благо до нашей британской империи но так или иначе мы их одолеем так сказать ну количеством не то чтобы приз превосходящим потому что конечно же нас то меньше но своей настойчивостью а также тем что я единственный игрок который человеческий и соответственно будем считать немного поумнее бота что ребятки вперед вы своих винтовок видите позиционную борьбу это конечно неплохо на продвижению не способствует вот так нужно действовать они страдать фигнилой да не смог я перепрыгнуть и этого я даже не знаю убил я или нет но так или иначе это действительно крупная победа сколько мы за 37 очков набрали до захват лагов нам дал некоторые дополнительные очки те самые два разрушенных средства передвижения это видимо лошади которые доказывают некоторые поддержку с некоторой точки зрения карта в принципе вполне неплохая боты ну так себе в целом она получает положительную оценку от меня не знаю можно ли подкрутить ботовскую логику или их пути передвижения учитывая ограничения древнего движка почти 20 лет недавности но если можно то это был бы неплохим дополнением потому что так себе карта имеет довольно неплохой потенциал тем более что народ сконцентрирован на относительно небольшой территории ее часть которая находится на земле она относительно небольшая есть довольно большие просторы которые на море расположены но они абсолютно бессмысленные бесполезны потому что там нет никаких точек интереса и соответственно даже если у нас есть какие-то шлюпки или катера я честно говоря даже не проверил меня не потянуло проверить эту теорию потому что в любом случае они никакого бы влияния на исход боя не оказали своим мнением вы можете поделиться в секции комментариев под этим видео если вам оно понравилось то вы знаете что делать всегда помогает когда вы делитесь моими выпусками эпизодами в социальных сетях с вами был ласта фумари с канала ласта фумари беларусь до встречи в следующий раз и спасибо за просмотр